Сегодня в новостях. Картинки от Google, информация о Galaxy S8, слухи об айфоне и информация о Moto 5 G+. Ну а я Макс, всем привет. И сегодня 10 февраля, и сегодня день рождения утюга. Появилась свежая фотография смартфона Moto 5 G+. Фотографии смартфона это, конечно, сложно назвать, но на ней видно, что смартфон получит 12-мегапиксельную камеру с быстрым автофокусом. Вероятно, просто лазерный плюс фазовый. Также аккумулятор на 3000 мА, дисплей 5,2 дюйма с разрешением Full HD. Процессор неизвестно какой, но восьмиядерный. А также будет иметься сканер отпечатков пальцев и NFC-датчик. Последняя информация о Galaxy S8 и S8+. А конкретно об аккумуляторах в докладе издания The Investor. Говорится о том, что аккумулятор новых смартфонов будет иметь ёмкость 3000 мА и 3500 мА соответственно. Новая информация об айфоне следующего поколения, а также о юбилейном выпуске. Думаю, большинству уже известно, что на данный момент компания Apple ещё и слова не сказала о последнем своём смартфоне. Но по-прежнему слухов очень много. И слухи созданы в основном на основе того, чего хотят пользователи. Так вот, пользователи хотят, конечно же, новый дизайн. Поэтому и говорится об айфоне 8. Так как следующее поколение, айфон 7S, никак не сможет иметь новый дизайн. Из-за традиций, которые соблюдают Apple. Уже многие годы. Такую, что дизайн в новой версии S не изменяется. А только улучшаются технические характеристики. Ну и чуть-чуть косметически. А также инсайдеры совсем позабыли о традиции айфона, что после обычной версии всегда выходит улучшенная. То есть айфон 3S, 4S, 5S, ну и 6S. Так вот, в этом году ничего с традициями не изменится. И следующий айфон будет называться айфон 7S и айфон 7S+. И это точно. Но всё же и будет необычная версия. Айфон X. Что означает цифру 10 в честь юбилейного года. Вероятно, именно так он будет называться. Эту версию представят раньше сентября, а может и позже. И он, как и прошлые смартфоны компании, такие как пластиковый айфон 5C и айфон SE, будет иметь необычный внешний вид. И по слухам он будет иметь 5,8 дюймовый дисплей с OLED-матрицей. И станет самым дорогим айфоном компании. Компания Google экспериментирует с изображениями плохого качества. В прошлом году Google показали новую технологию, которая с помощью обучения научилась улучшать качество изображений, дорисовывая пиксели. И эта технология успешно применяется в Google+. Для уменьшения изображения на 75%. И это экономит место. А недавно та же самая лаборатория, Google Brain, начали экспериментировать с изображениями 8х8 пикселя, где просто ничего не понятно. Им удалось с помощью всех их придуманных алгоритмов сравнения, добавления пикселей, получить хоть какую-то картинку понятную человеку. И судя из увиденного, вряд ли с помощью этого можно будет поймать настоящего преступника. Но по крайней мере основываясь на данном примере, этого делать точно нельзя. Особенно мне понравилось так называемое лицо в центре, которое смахивает на бабу-югу. Ну вот для чего может понадобиться технология, так это угадать местность. Допустим, квартиру, улицу, или ту же кровать, или вообще автомобиль. Технология интересна, но доступна только Google. Но думаю, в скором времени появятся новые редакторы или плагины для редакторов на основе подобных технологий. И это будет действительно полезно. Ну а все данные новости можно прочитать на нашем сайте, либо в группе ВКонтакте. Ну а на этом всё. Спасибо за просмотр. А также, если нужна помощь в выборе техники, либо смартфонов, обращайтесь на наш портал. Удачи и пока.